Олег Владимирович Сразу пошел навстречу, выделил 11 миллионов. Мы провели все необходимые процедуры и месяц назад начали выполнять эти работы. Вообще мы всего отремонтируем 8, а работы сейчас ведутся на 6. На двух детских садах еще не начаты, но в ближайшее время начнутся. Ремонт крыш дошкольных учреждений Заречного начался в июле. Для каждого детского сада был составлен индивидуальный перечень работ. Состав работы разный. На большинстве детских садов это капитальный ремонт с снятием старого кобра, ремонтом стяжки, заменой утеплителя, как на 19 саду. Часть детских садов это 7, 11, там частичный ремонт, только локальный, там где есть проблемные места. Детскому саду номер 16 дожди больше не страшны. В дошкольном учреждении крыша уже полностью приведена в порядок. В двух группах нашего детского сада протекала кровля, протекала сильная. Мы были вынуждены отключить ряд светильников, потому что становилось опасно. В июле этого года нам был произведен ремонт кровли. Мы очень рады. Похожая ситуация была и в 18 детском саду. Из-за дырявой крыши дождь проникал в помещение и этого дошкольного учреждения. На протяжении длительного времени была проблема с кровлей. В одной группе делали два раза ремонт, а кровля текла, и эту группу поставили на капитальный ремонт. В настоящее время кровля детского сада номер 18 частично отремонтирована. Ее привели в порядок над помещениями трех групп. Подрядчик переместился на другую сторону здания. Кроме этого на территории дошкольного учреждения была проведена замена асфальтового покрытия. Эти работы выполнялись за счет муниципального бюджета. По словам главы Заречного, в ближайшее время планируется провести ремонт крыш Ледового дворца, лицея номер 230 и школы номер 216 дедакт. Олег Климанов отметил, что по решению временно исполняющего обязанности губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, на эти цели будет дополнительно выделено 10 миллионов рублей из региональной казны. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».